Кофе. Кому не знаком этот божественный напиток, его аромат и вкус? В разных странах кофе отмечают в разное время, но международным днём кофе признан 1 октября. Долгие годы кофе оставалось напитком, но всё изменилось с включением фантазии художников. Именно они нашли множество способов превращения кофе в произведение искусства, вызывая восторг и удивление зрителя. А сварите нам два кофе, пожалуйста. Капучино. Утром с просонья и днём на работе, по вкусу приходится чашечка кофе. Знают все взрослые и знают дети, бодрящий напитка нет на планете. Полуденный зной и вечернее время, спешим кто куда, всё дела, всё проблемы. Но между важными вроде бы делами найдётся для кофе минутка-другая. Серьёзный учёный, известный политик, домохозяйка и химоналитик. Частенько заходят в одно заведенье, что гордо зовётся чудо-кофейня. Кофейня такая, родом из Мекки, и разные там сидят человеки. Там переговоры с друзьями общенье, и там же приходит ко мне вдохновенье. Латте, капучино, коротко, эспрессо, в каждом желудке найдут себе место. Монокол, шоколад, мина и корица, сколько ни бей, не можешь набиться. Монокол, шоколад, мина и корица. Ароматом манящим и станет он другом тебе настоящим. Латте, капучино, коротко, эспрессо, в каждом желудке найдут себе место. Монокол, шоколад, мина и корица, сколько ни бей, не можешь набиться. Латте, капучино, коротко, эспрессо, в каждом желудке найдут себе место. Монокол, шоколад, мина и корица, сколько ни бей, не можешь набиться. Не можешь набиться.